Всем добрый день! Приветствую вас в семейном клубе публичной библиотеки. Присоединяйтесь к нам. Я надеюсь, что вы меня видите все. Для меня это очень необычный формат. Немножко волнуюсь, но я надеюсь, что все пройдет хорошо. Меня зовут Заварина Елена. И сегодня я покажу вам, как сделать народную славянскую куклу колокольчиком. Давайте я вам ее покажу. Вот такая у нас должна получиться сегодня куколка веселая с одним маленьким колокольчиком. И с самого начала я вам расскажу, какие материалы нам сегодня с вами понадобятся. Это, во-первых, прямоугольный кусочек ткани белого цвета примерно 10 на 20 см. Из квадратов мы заранее вырезали круги ткани. И у нас получилось три круга. Один самый большой, по диаметру примерно 25 см. Средний круг по диаметру примерно 20 см. И самый маленький круг по диаметру примерно 15 см. Также нам понадобится кусочек ваты, бечевка, ленточки или вот такие вот крученые шнурочки для украшения куколки. И треугольный кусочек ткани для косыночки. Ну и, конечно, катушка ниток. Так как кукла называется колокольчик, она сама по форме является колокольчиком. Но в дополнение можно привесить ей бубенчики или колокольчики. Колокольчик самый главный. У нее находится вот так, под юбочкой. Чтобы вам было видно, я сделала не колокольчик, а вот такой красненький новогодний шарик. У меня тоже, к сожалению, не оказалось колокольчиков, как у некоторых из вас. И вместо колокольчика я буду вешать такую маленькую елочную игрушку, шарик. Потом, когда появится возможность, я обязательно куплю колокольчик или бубенчик и заменю его. Пока я говорю немножко о кукле, у вас есть возможность подготовить материалы, кто еще не нашел. Итак, те, кто уже знаком с народной куклой, знают, что к работе можно приступать только в хорошем настроении. Я надеюсь, что у вас у всех хорошее настроение, что вы присоединились уже к нам. Вы можете задавать вопросы в комментариях. Я буду стараться на них отвечать. Если кто делает куколку вместе с нами, то, пожалуйста, подоставьте в комментариях плюсик или делаю. И тогда я буду делать чуть-чуть помедленнее. Если будете не успевать, тоже пишите в комментариях. Я буду повторять или делать чуть помедленнее. Еще одним правилом при изготовлении народной куклы является недопустимость прикасаться к кукле к нашей, которую мы будем делать, какими-либо острыми предметами, ножницами или иголками. Поэтому мы все материалы приготовили заранее, нарезали тряпочки и будем, ни в коем случае не будем шить куклу, будем мотать, приматывать или скручивать. Недаром такие куколки раньше называли мотанки, потому что их мотали. Обязательно пригласите к экрану своих детей, пусть они тоже попробуют сделать. Куколка делается достаточно просто. Нужно только время. Куколка-колокольчик, который мы с вами сегодня будем делать, она является... Она приносит в дом радость и веселье. А еще куколка-колокольчик охраняет нас от дурных вестей. Вот чтобы в доме, в вашем доме и в любом доме были только всегда хорошие вести, хорошие известия, чтобы не замолкал ваш смех и смех ваших детей, мы попробуем сделать такую куклу. Вы все прекрасно знаете, что славяне очень почитали своих тряпочных кукол. Они до них были хранителями, оберегами и помощницами. Сейчас народную куклу вполне можно назвать одним из направлений народного творчества. И как любое творчество, как любое искусство, кукла может стать направлением арт-терапии. Я думаю, что вы наверняка слышали о таком. Такую куколку, сделанную своими руками, можно... такой куколкой можно украсить свой дом или подарить близким людям. Ну что, я надеюсь, что все, кто хотел, уже присоединились к нам. Все, кто хотел сделать вместе с нами куклу, подготовили материалы. Давайте еще раз повторю. Для этого нам понадобится прямоугольная ткань белого цвета, примерно 10 на 20 сантиметров. И три круга из ткани. Самый большой, средний и маленький. Еще нам понадобится кусочек ваты, катушка ниток, бечевка, треугольный кусочек ткани для косылочки и любая тесьма для украшения куклы. Вместо тесьмы я сделала вот такие вот витые веревочки из шерстяных ниток. Сегодня мне заменит колокольчик вот такая вот небольшая елочная игрушка, шарик, чтобы вы знали, куда его привязывать. Итак, приступаем с вами к работе. С самого начала мы должны сделать основу нашей куклы. За основу берем кусочек ваты. Он должен быть не очень большой. Как следует ее сминаем. Я советую сначала из ваты сделать вот такой небольшой оладушек. И потом свернуть его внутрь. Все стороны сворачиваем внутрь, 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 чтобы получился шарик. Вижу, что некоторые уже готовы с нами работать. Уже работают. Молодцы. Рады вас видеть. Вот такой шарик. У шарика внизу появилась вот такая небольшая ножка, когда мы его мяли. Маленькая такая ножичка, как у грибочка. Мы ее сейчас обвяжем нитками. Плотно-плотно прикручиваем нитки к кусочку ваты. Туго затягиваем. Затянули. Теперь из ниток нам нужно сделать обережный крестик. В этот раз он будет прямо на голове у куклы. Для этого ниточку не натягиваем, а просто оборачиваем голову ниточкой. Крест накрест. Вот так. Не туго, чтобы форму головы не потерять. Достаточно сделать прямо один раз. На одной ниточке. И нитку обрываем. У нас получилась такая головка. Теперь нам нужно колокольчик, это мой колокольчик, привязать к голове. Для этого вот эту я обрежу. Эту ниточку, она мне не понадобится. Возьму катушку и отрежу от нее небольшую ниточку. Лучше согнуть ее, чтобы она была вдвойне покрепче. Продеваем. Если у вас есть колокольчик, это очень хорошо. Я думаю, что у любого колокольчика обязательно должна быть сверху такой держатель. И теперь нам нужно сам колокольчик привязать на голову. Для этого достаточно его просто намотать. Потом будет еще много возможностей, чтобы его как следует закрепить. Вот так. Колокольчик нужно подвесить на расстояние 2-3 сантиметра. Больше не надо. Вот так. Если вы успеваете, то поставьте плюсик, кто уже сделал нашу основу. Так, у меня немножко отвязалась она. Давайте я ее получше тогда прикреплю, чтобы она не отвязывалась. Итак, я надеюсь, что все получается. А мы продолжаем дальше. Итак, для того, чтобы нам теперь сформировать платье куклы, мы будем делать его из тех кругов, которые мы приготовили. И с самого начала мы берем самый большой тряпичный кружочек. Самый большой. А вы помните, что их три. Большой, средний и маленький. Итак, берем самый большой круг. И в серединку круга, в самую серединку, мы кладем ватный шарик. Накрываем его. Со всех сторон хорошенько прижимаем. Это будет шейка нашей куклы. И как следует, заматываем ниткой. Старайтесь потуже затянуть нитку. Но в то же время, чтобы она не оборвалась. Мотаем, мотаем. Подтягиваем нитку. Если вы будете туго заматывать нить, то ее можно просто оборвать. И она никуда не денется. Можно даже не закреплять. Теперь ноготками возьмемся за саму намотку, за нить. Вот так. И со всех сторон подтянем краешки. Когда вы подтянете чуть-чуть краешки, вы сами убедитесь, что голова становится более плотная. Такой она и должна быть. Итак, еще раз показываю. Шарик ватный у нас внутри. К шарику ватному привязан колокольчик. Сверху круг. Следующий берем кружочек из ткани. Средний. И точно так же, как мы делали с большим кругом, делаем со средним. В самую серединку круга. Вставляем основу. Со всех сторон собираем. Проверяйте, чтобы она у вас была со всех сторон одинакова. И опять обвязываем ниткой. Не забываем, что обматывать ниточкой нужно туго, чтобы куколка не распалась. Так, сделали побольше намоточек. Теперь ниточку можно оборвать. Напоминаю, что кукле желательно не прикасаться острыми предметами, иголками и в том числе ножницами. Поэтому ниточки мы обрываем, а не обрезаем. И все материалы готовим заранее. И у нас остался последний круг, самый маленький. Так же его собираем вокруг шейки. Количество юбочек у нашей куколки не случайное. Потому что всегда у славян число 3, а у нас, как видите, получается 3 юбочки. Было магическим. Если вы не просто обрываете, а завязываете узелочки на кукле, то их тоже должно быть 3. Так. Тоже очень плотно. Заматываем. И обрываем нитку. Вот у нас уже получилось. Вот такая. Но это еще пока только основа для куклы. Еще не целиком. Еще мы только ее готовим. Но уже видно, что она в форме колокольчика. То есть даже так и хочется его как будто еще чуть-чуть и зазвенит. Пока мы отставим нашу куколку в сторонку. И будем делать ручки. Видите, да, что у нас кукла не просто на колокольчик похожа, а похожа на куколку с ручками, с личиком. И сейчас мы будем делать ручки. Для этого нам понадобится прямоугольная ткань белого цвета. Итак, начинаем делать ручки с одной стороны. Потом будем точно так же делать с другой стороны. Итак, делаем первую ручку. Для этого нам нужно взять ткань, свернуть ее, чуть-чуть подогнуть. Чуть-чуть. Вот у нас была ткань. Мы чуть-чуть подгибаем. Чуть-чуть. Чтобы не было у нас ремхушек. Чтобы все было аккуратненько. Чтобы куколка была аккуратная. Итак, теперь нужно сложить ткань с одной стороны в центр. С другой стороны в центр. Еще раз подогнуть. Также с одной стороны в центр. И с другой стороны тоже в центр. И все это свернуть пополам. То есть у нас из вот такого широкого кусочка получилась вот такая тоненькая полосочка ткани. Давайте на всякий случай покажу еще раз, как это делается. Итак, берем кусочек ткани. Узкую сторону. Чуть-чуть подгибаем внутрь. Так. Берем одну сторону. Сворачиваем. Вторую сторону. Сворачиваем. И точно так же еще раз. Внутрь. Внутрь. И пополам. Итак, у нас получилась вот такая ручка. Теперь мы берем ниточку. И очень прочно, очень туго перематываем. Чуть-чуть отступаем от краешка. Это у нас будет ладошка. И заматываем ниточкой. И заматываем ниточкой. Давайте на всякий случай я подожду. Мы будем делать еще другую сторону. Поэтому, я думаю, у всех будет время, чтобы доделать ручку. На другой стороне я тоже покажу, как это делается. Давайте заматаем как следует. И вот теперь я покажу, как лучше всего, как удобнее всего закрепить нить на ручке. Для того, чтобы сделать узелок, мы ниточку, которой мотали, мы ее мотали, мотали. И теперь следующий моток у нас будет на пальчике. Подставьте два пальчика. И следующий моток будет вот так, на пальчики. Вот теперь ниточку можно оборвать. И благодаря тому, что мы подставили пальчики, мы получили петельку. Вот у нас петелька. Через петельку кончик ниточки продеваем. Три раза, чтобы получился тройной узелочек. Раз, два и три. И затягиваем. Затягиваем. Все, ниточка закреплена. И отрываем. Вот такая получилась ручка. Из широкой тряпочки, из широкого кусочка, мы получили вот такую тоненькую полосочку. И закрепили ее. Так, надеюсь, что у всех получилось. Давайте теперь то же самое проделаем с другой стороной. Чуть-чуть загибаем край, чтобы не было неровностей, чтобы куколка была аккуратная, чтобы не торчали ниточки, мы загнули край. Теперь с одной стороны подворачиваем к центру, с другой стороны поворачиваем, заворачиваем к центру. Еще раз. С одной стороны заворачиваем к центру. И с другой стороны тоже подворачиваем к центру. И все это сворачиваем пополам. Вот так. Теперь и с этой стороны у нас получилась вот такая тоненькая полосочка. С этой стороны и с этой стороны. И точно так же формируем ладошку. То есть закрепляем ниточкой. как следует туго. намотаем. И давайте еще раз покажу, как можно закрепить на ручке нитку, чтобы она не разматывалась. Итак, следующий моток мы набрасываем на два пальчика. Теперь можно оборвать ниточку из двух пальчиков, на которые мы накинули, из ниточки получилась петелька. Петелька. И в эту петельку мы кончик нитки проводим три раза, чтобы получился тройной узелок. И затягиваем. Узелочек у нас крепкий. Теперь ручка не развалится. Можно оторвать ниточку. Так у нас получились вот такие ручки. Что же мы будем теперь с ними делать? Теперь мы будем одевать на куклу наши ручки. Руки будут одновременно являться и головой. поэтому расправляем ткань. Не зря она у нас была такая широкая. Ткань расправляем с одной стороны ручка, с другой стороны ручка. А ткань расправили. Вот так. И теперь надеваем его сверху на нашу куклу. Вот так. Прямо сверху, как шапочку ее одеваем. Так, раз. Все одели. И вот теперь мы формируем личико. Чтобы личико у нас было без морщинок, гладенькое. Мы уже сейчас определимся, где у нас спинка, а где личико. И с той стороны, где личико, мы делаем так, чтобы оно было без морщинок. То есть все морщинки мы убираем назад. И точно так же, как мы приматывали юбочки кукле, точно так же ниточками мы приматываем и ручки. Так. Старайтесь сделать нитку потуже, чтобы кукла не распалась. Так. Теперь это у нас будет шейка, это ручки, это платьица. Теперь уже совсем почти похоже на готовую куклу. Осталось совсем чуть-чуть. Я очень надеюсь, те, которые с нами сегодня делали куклу, пришлют мне свои фотографии. Я обязательно сделаю из них целый альбом. Так. Вот у нас готовы ручки, голова, ручки, платьица. Нам осталось украсить нашу куклу и повязать платочек. Итак, перед тем, как повяжем платочек на куколку, мы сделаем ей условный повойничек. берем тесеночку и поближе поставлю на голову вот так завязываем прямо на лобик. Вот так. моя куколка уже в повойничке. теперь будем повязывать косыночку. Для этого берем кусочек треугольной ткани, чуть-чуть подворачиваем длинную сторону. И теперь будем одевать ее на куклу. Посмотрите внимательно. Вот так мы его косыночку одеваем. не очень удобно показывать. Подворачиваем косынку боком попробуем. Подворачиваем косынку с одной стороны вот так. Подворачиваем косыночку с другой стороны вот и теперь нам нужно края кончики косынки остренькие которые у нас подвести под ручки и завязать на спинке. Для этого потаскиваем ручки находим ручки которые у нас под косыночкой сейчас спрятались так этот кончик заводим под одну ручку а этот кончик заводим под другую ручку вот так ну конечно все нужно будет расправить я сейчас поверну куколку к себе чтобы поаккуратнее ее сделать а вы пробуйте вот так то есть завязываем будем платочек под ручками на спинке так пробуем ткань лучше всего для платочка брать самую мягкую которую вы в доме найдете самую мягкую чем мягче ткань чем тоньше ткань тем она будет намного удобней ее можно будет завязывать она будет намного лучше прилегать к куколке будет намного красивее все поправляем так завязываем косынку вот ручками вытягиваем ручки поправляем на узелок крепко чтобы не развязалась теперь все юбочки можно поправить ручки вытащить поправить чтобы ничего не было зацеплено так и осталось нам куколку чуть-чуть украсить для этого можно повязать из еще одной чеселочки поясочек вот так ну вот почти куколка наша готова почему почти потому что сейчас если есть у кого-то еще колокольчики или бубенчики их можно привязать на ручке вот так с одной стороны можно привязать бубенчик с другой стороны можно привязать бубенчик чтобы они тоже могли звенеть то у меня есть один бубенчик я его тоже привязала у меня тихонечко звенит Куколку можно оставить и так Потому что благодаря пышным ёбочкам Она будет стоять самостоятельно А можно подвесить её на тесёмочке На верёвочке или на бечёвочке Можно куда-нибудь подвесить Мне больше нравится вариант, когда она висит Когда на неё дует ветер от сквозняка То она будет чуть-чуть звенеть Для того, чтобы её подвесить Нужно взять ленточку, тесёмочку Что у вас есть, что вам больше нравится И завязать на ручках, на плечиках С одной стороны Привязываем И с другой стороны тоже привязываем Вот и всё Теперь куколку можно подвесить Ей можно сделать петельку сверху Чтобы было удобнее привешивать Вот так Вот и всё Наша куколка готова Я надеюсь, что у вас получились Замечательные куколки Колокольчики И принесут вам в дом Радость, смех, веселье И только хорошее настроение Спасибо вам большое, что были сегодня со мной Что мы делали все вместе Такие замечательные куклы Я жду от вас фотографии Ваших куколок, ваших колокольчиков И я надеюсь, что мы с вами вместе создадим Большой альбом с фотографиями Именно колокольчиков Всего вам доброго Надеюсь, мы встречаемся с вами Не последний раз онлайн Всего доброго До свидания